Положите куда-нибудь отдельно, и вот детям просто отдадите. Запылай. Запылай. Четыре, пять, шесть человек. Даже семь. Из дороги выделили. Галь, про дом помнишь? Туда или с туда? Уходи вот туда. Уходи, уходи, уходи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь человек со стола убирают. Вот как живем шикарно. Эту солому, она так не была, столько слуг. И там еще двое, девять. 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 все еще сидишь просто не никак не вы не хочешь себя переломить что маленько ну поскорежу или что-то ну почему тебя все ждут машина уходит до 1 у себя крепко так стоит презрение к народу к народу ты никого не видишь нет это ты не не отговаривайся ты везде так что вместе со всеми быть это не монастыря не в армии не в тюрьме не в лагере нигде не разрешат чтобы ты один сидел за столом у тебя сразу все вырвали пошли на камеру но ты не разговариваешь пошли так забери у него ту пустая тарелка он отдай валентине полу не он просто кайфует надо той тарелкой иди сюда держи так василис прожуй проглоти и мне с тобой поговорить надо давай за стола вылезешь малюши благодарю тебе поблагодарю хоть одну сестру подойди скажи хоть раз поблагодарили почему только неблагодарны то в лице этой сестры все поблагодарю кто готовил по корме тебя после грешту полетила павла и передашь другим он наконец-то садись не стоит садиться не надо давай так стой мне поговорить с тобой надо я уйду ладно ты голову подними я разговаривание с макушкой твой так сюда не приходите больше идите отсюда идите туда там найдите сложите вот сюда ставь маленькой стороны так скажи мне так маленько поверишь вот так вот василий николаевич ты когда пришел домой начал открывать ты еще слышал что замок не открывается а когда мы к тебе приезжали в прошлом году и нынче когда печку тебе делал ты тоже не мог открыть ты долго крутился так ты знал что замок заедает знал а почему заедает он замерзает а чтоб не замерзает а у кого она есть смазки нет а какую смазку тебе надо чтобы не замерзала чтобы не замерзала но ты кому сказал у кого ты спрашивал или я смазку в магазине искал я быстро отвечаю только не головой не крути да или нет искал или нет нет кому-то сказал что у тебя замок замерзает никому не сказал но какой результат она застыла ты дергал видел что ну ключ что вставной такой такой да вот ключ на такой похоже примерно да 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 плоский ключ на плоский такой и ты чувствовал что она не проворачивается за ты его дальше давил пока не отломилась да так ты хорошо сделал ну я думал открою но не идет она не идет от я открою от я деде открою на на не идет ну поворачивал поворачиваю свернул голову и дальше что ты вот отломил и чувствуешь свернул голову ты сам себя осудил за это ясно делал а ясно делал еще это выразилось ты стал на поклон объявил пост какой-то чтобы из тебя это вышло никак не отреагировал еще ты дальше решил делать ну вот подсказали по 112 звонить ты там на месте позвонил да ему сейчас подсказали тогда он не только на собрать счета стал делать потом ты стоишь на улице мороз какой мороз был градусов 20 было да поменьше ну поменьше там скажем 15 было 10 ну хотя бы 0 это еще ты решил делать дальше ну хотел открыть и открыть уже не открыли дальше ты вот сломал ты чувствуешь отломился ключ теперь туда даже и хороший ключ не даст даже разогреть и она уже не даст он там за ты его заклинил все теперь ну ну и дальше еще ты стал делать ну ручку стал это бить по ручке бить по ручке стал бить ручку отломил ручку пополам отловил ручку и так это умно сделал ну опять же хотел открыть но ты хотела открыть не открывается ты мог бы выбрать там бревна вытащить и залазить хочу хотел открыть я не спрашиваю что хотел что ты дальше делал ты все время ты очень хитрый но ты отломил теперь ручку отломил это твой дом живешь далеко от города километров на 20 то есть тут так счет и дальше решил делать все решил дальше делать ну вот я потом отказали на мы закончим здесь подождите подсказали просто 2 на 12 не было 112 ты не знал ты это заставил что ты начал делать что ты на сегодняшний день ты говоришь когда уже этому неделю прошло больше когда ты сломал но все сломал и к сергею поехал сергея поехал а зачем поехал помогли в ту ну и как у тебя помог я к брату еще у него запасной ключ был у кого тот сломал и 2 снова но у брата ты у брата с ключ держал один запасной принес его и сломал на этот люди так которые смотрят а то ролик с тобой это они вася это старость это человека надо такое уважение сделать вот слушайте надо нет уважения когда у него никому уважением там осколок остался не надо не надо сумка вы все это пустое ты поселил приехал вот сергею павловичу пупкову он тебе дверь открыл ну я его дождался дождался его не было это еще ему сказал все объяснил объяснил а ты что заходи заходи но и дальше то какие вот он пишет тебя где-то ролики ты не против что он записывает это ролики путь и что она выставляет в интернете не против грудь не против еще там против то на тебе учатся люди ну каким не надо быть отрицательный пример это тоже от пример это были образы для нас чтобы не были походы на злое 1 коринфян 10 глав 6 11 стихи так вот ты у него когда пришел все сделал как он говорит не нарушил его порядке правила его не нарушил у него был что-то брал там где-то беспрося все-то ну что-то делал такое рушку а дают обнаружил не помню он у меня пил уже это я не понимаю достава чем но он бил меня что-то нарушил ты не знаешь я на кругу а я прошлом году тебе говорил смотри хозяин здесь главное ничего не нарушает я со 10 лет 10 лет когда мне было я в 6 лет пошел в класс первый потом 4 класса потерявка потом вкончено я по квартирам закончил 10 класса дальше поехал учиться техникуми на квартире дальше по в армии вернулся я все по квартирам женился я по квартирам у меня ничего не было и был такой колбин виктор в организации вместо пояс 140 мы работали и он тогда нам квартиру выписали барачники 12,8 квадратных метров всемирно известная квартира там фильм снимали предчувствие который занял первое место на международном киноконкурсе там я насчитал в этой комнате и златоуста жития библия это все там в этом комнате мы его сделали у меня 11 человек могли ночевать не лежа на полу на 12 квадратах у меня комната разбита на плацкарты но на нары как сказать где-то почему я живу близко около вокзала и кто бы куда не ехал он ко мне заезжает я даже такой эксперимент у меня был я даже теперь называю эксперимент надежда васильна была в больнице не было а ко мне приезжает кто-то и дома меня нет он не знает ключ где но материю обитой материи дверь и там видно внизу куда замызганом все мне было это как наказание я тогда сказал всем дверь нынче сегодняшнего дня я не закрывая ключ просто спрятал шкаф и все из вокзала ко мне бомжи приходили ночевали я зарабатывал хорошо ну как печь идеал сторож был и у меня они ночевали были пили меня бог утешил когда адвентисты приезжали здесь был бутов такой приезжал вот и в это время один благообразный старин такая борода подошел ко мне вы не наверное забыли я говорю а кто а я бомж который приходил у вас ел пил и ночевал ему поднимались и на вокзал выходили я горит на ноги поднялся теперь у меня все есть одним человеком меня бог утешил а у меня-то был не один я тебя взять не могу у меня другая обстановка сейчас никак никогда не оставайся ночевать ничего не абсолютно никак нельзя я не один а тарас а во вторых это церковная территория здесь никто не должен быть никто закон устав такой и поэтому ты пришел правильно ты ему чем-то обязан сердце ты за него молишься да я не умею сам молиться не нужно сказать господи ну ругают в интернете его не тебя он собак больше любит чем старец этот это старца надо было на руках носить он пришел показывать какой он злодей а то бы он не знал никогда собачник проклятый они ругают матерят как угодно а василий василий достоин всякое счастье василий николаевич черепанов он там самым богатым кубцам черепанов родственник понимаешь ты это его подставляешь я убираю с роликов вчера кажется 15 примерно человек за заблокировал просто толпой лезут почему потому что ты делаешь такие важные дела и очень хорошие люди что ли полезли сюда ясно нет они как нападали коршуньё напали сейчас и не знают кого клевать а клюют то его не тебя только один говорит он хитрый человек дармоед он ничего не понимает я к чему еще говорю ты поговори с ним чтобы он принял от меня продукты для тебя я там тебе рожки но он говорит сам ягод сам в два раза больше отдам лишь бы он ушел я ничего не могу я ходатайствую за него покажем о ком речь идет вот это сергей павлович пупков профессиональный кинолог я вот ему тоже замечание делаю он когда стоит вот так ногу подгибает в колени никогда чтобы не подгибал я ему тоже спуску то не даю значит просьба тебе никогда не нарушай что он говорит сказал сегодня постимся дальше постимся за стол садимся вместе 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 вылазим я такой спросите слушай вот мы садимся за стол и одна молодежь я один а мне 80 лет будет вот и я первый всегда поем первые они еще сидят а я уже у компьютера или где-то то есть научить быстро есть поспешайте слово поспешайте когда идите агнса еще сказано было там 12 главе считаем исход и ну другая третья глава где-то мгновенно а у меня откуда зубы не жевать у меня зуб один если всего не жевать ничего не надо это не ответ не жевать все остался это что от тебя осталось собакам вышел только вместе слушай меня с этим сергеем павловичем ты выходишь садитесь одновременно и одновременно вылазишь договорились а ты чашку забирай приучи его к этому сразу остатки собакам и на этом конец и нигде самостоятельно не бери когда я ем один но он к матери ходит ну тут еще уж не могу сказать я не знал я думал что как и здесь ты делаешь здесь больше чтобы я когда никогда не видел не надо замачивать от толкешь толкешь ты играешь просто чтобы ты делал быстро я сажусь за стол у меня кружка я в кружку воды наливаю кусочек толкнул туда дальше в рот я никуда не толку воду стакан хлеб сухарь большой его перелом и сюда и он сразу размокает и я быстренько поел и до свидания не успел я сегодня рыбы коснуться все рыба осталась они никуда не деть мой пай там целый ты меня понял я не могу за тебя заступать никак потому что ты не обиженный он тебе предоставил квартиру дом и ты живешь там просить чтобы тебя задержал дома тебе деваться некуда я прошу сергей павлович потерпи тебе награда будет за него от господа он сильно нуждается может замерзнуть я вот кошек подобрал 3 3 кошек нынче подобрал не под нами полагает обеда сейчас они там внутри сидят и утром и вечером их кормит володя ходит 3 у меня дома 3 у надежды василь на 3 9 кошек а весной то мы распузырием от отдадим кошка собака я каждый день кормлю пример 50 воробьев 20 жуланов там 26 голубей каждый день лажу туда-сюда почему потому что по-другому нельзя ухаживать можно барабаша берете корм корма корма без барабаша я бы загнулся а у меня там голубят не там 45 голубей до здесь 25 и сколько это будет 45 до 25 сколько 70 голубей а у злого человека голуби не водится поэтому кто меня нападает это злые люди а я не злой почему у меня голуби лучше доказательства что я не злой я собак вот сколько здесь было все до одной собаки каждый день кормил мясо доставал и галя приносила немцова отравили тех собак сейчас опять ровно столько же такие собаки опять бегают 6 что ли собак такие большие так пошли на занятия проси его умоляю чтобы он тебя потерпел а ты его не огорчай узнать что можно делать помогать как-то пойти на благовестия там ну и что он любит того я по квартирам жил но просить его согласен а где ты скажешь и мне не надо говорится с ним я с тобой договариваюсь нигде не огорчи его если тебе откажет куда ты пойдешь на вокзал ну вот сказали по 112 позвонить а то пока не надеюсь 112 можно звонить ты можешь набрать 102 там впереди решетка там дальше какой знак сколько нас счетчики активы не рубля нету дако бесплатно тебе сказали птички готовы к бесплатно поют ну гоню сказал они придут скажем нашим только вот это вот можно делать а это в наши функции не ходят они найдут что сказать если они бесплатно то хорошо но пойми что не так все это вот они приехали ко мне врачи ну они посмотрели чем у меня сердечный приступ а я говорю у меня зубок нет это не наша функция я ну как не ваша функция я же хлеб и мы болею от этого что я не прожеваю они ничего не скажут это другое узкая специализация да узкая специализация в них может быть что-то там сделать открыть помочь кошку с дерева снять я знаю их как они делают мчс они не будут делать то что в их функции не ходят а у них обговорено точно если бы у тебя было говорено что делать на квартире ты бы его не огорчал ты не подумаешь что я ему подыгрываю где-то мне тоже хочется чтобы был у вас мир я говорю что ты опоздал ко мне я бы тебя принял тогда но я не один у меня в комнате жена и тебе никак нельзя ясно дело но не будет же она с тобой на рядом здесь к ней эти меня не отпущу потому что ты боевой мужик ну вот так уже 71 но но 71 однако по-разному вот чарли чат не женился в какой раз не знаю там у нее 73 года было 73 вот она пришла далека помыть руки кошкам готовил рыбу и руки вас море пропустить остальных я вернул назад тут нельзя мне по-другому со времена потому что мне нужно хорошее настроение сейчас на занятиях так веселая радостного такая и попала она она все за меня сделает пошли все как хочу